Послание президента это важнейшее политическое событие, которое объединило 1400 участников. Владимир Путин особое внимание заострил на теме специальной военной операции. Среди участников этого года парламентария, а также впервые участники СВО. С кулуаров гостиного двора на прямую связь выходит Айсена Бурнашова. Айсена, здравствуй, скажи, на что конкретно глава государства сделал уклон? Айсена Бурнашова. Президента, которые, я уверена, уже разлетелись на цитаты. Путин также поблагодарил жен и матерей наших защитников. Зал аплодировал стоя. В своем послании Путин также сообщил, что каждому члену, участнику СВО, всем ветеранам и погибшим участникам специальной военной операции будет оказана персональная помощь. Так, на государственном уровне будет создан специальный государственный фонд. Он будет координировать и помогать военным в решении всех актуальных вопросов. От установки протезов, психологической помощи до выбора новых профессий. Работа государственного фонда должна быть открытой, подчеркнул президент, по принципу одного окна. При этом за каждым ветераном должен быть прикреплен свой индивидуальный персональный координатор. Структуры фонда в этом году будут работать во всех регионах нашей страны. И с нами сегодня наш гость Николай Дмитриевич Бугаев. Скажите, пожалуйста, как решение президента по созданию специального фонда может усилить поддержку участников СВО в нашей республике? Добрый день. Да, сегодня мы услышали такое емкое, большое послание. И здесь основная мысль была о создании фонда. В нашей республике, вы уже знаете, что создали единый координационный центр, который помогает и семьям военнослужащих, и военнослужащим. Работают фонд, республиканский фонд, муниципальные фонды. Но здесь у нас из-за того, что у нас военнослужащие, они являются сотрудниками Министерства обороны, иногда бывали вот некоторые вопросы. Поэтому сейчас создание именно федерального фонда, оно в разы увеличит вот эту эффективность, в разы увеличит быстроту реакции. И я думаю, что вот это очень важное поручение президента, оно будет выполнено в кратчайшие сроки. Также президент сегодня подчеркнул, что участникам специальной военной операции будет предоставлен двухнедельный отпуск раз в полгода. А работники оборонной промышленности могут претендовать на льготную ипотеку. Часть оплаты возьмет на себя государство. В своем выступлении Путин также подчеркнул, пушки вместо масла оборона страны – приоритет. Это цитата. Но при этом мы не должны забывать про уверенное движение страны и в других направлениях. Коллеги, передаю вам слово. Благодарю Айсену. Напомню, что с нами на прямой связи из Москвы была Айсена Бурнашова. Отметим, что это первое послание с момента начала спецопераций. Глава страны отметил, что Россия будет наращивать программу новых субъектов страны. В частности, речь идет о возрождении предприятий и создании рабочих мест. Также отметил роль оказания помощи регионам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Напомню, в 2022 году в рамках помощи восстановление инфраструктуры города Кировской из бюджета республики было направлено свыше 700 миллионов рублей. Из них свыше 600 было направлено на восстановление школ, больниц и дорожной сети. Как ранее отмечал глава Якутия Сен-Николаев, в текущем году эти работы будут продолжены. Но если в 2022 году они шли на 31 объекте, то в 2023 году работа запланирована на 34. Работы будут выполняться с конца февраля. Рабочие группы сформированы. Помимо этого, Владимир Путин анонсировал программу льготного арендного жилья для работников ОПК. Часть оплаты жилья будет брать на себя государство. ВВП в 2022 году снизился на 2,1%. Это самые свежие данные. Хотя в марте 2022 нам предрекали обвал в 20-25%. Цитата. Мы обеспечили устойчивость экономической ситуации. Защитили граждан, сохранили рабочие места. Не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости. Поддержали финансовую систему предпринимателей. Конец цитаты. Также первое лицо страны отметил, что оборона страны, конечно, важнейший приоритет. Но решая эти проблемы, не должны повторять ошибки прошлого и разрушать страну. Пушки вместо масла такой ситуации в России не будет. Еще одна цитата президента страны. Направляем дополнительно, хочу это подчеркнуть, не так, как планировали раньше, а дополнительно. 250 миллионов всех уровней власти. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с правительством. Поручаю отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах. Также президент отметил, что программы социально-экономического восстановления новых регионов будут продолжены. Основные задачи – возродить порты, построить дороги, восстановить производство. Вод жилья в 2022 году впервые превысил 100 миллионов квадратных метров. Сельскохозяйственное производство показало двузначные темпы роста. Аграрии собрали рекордный урожай – свыше 150 миллионов тонн пшена. До 30 июня 2023 года общий объем экспорта зерна доведут до 55-60 миллионов тонн. По словам президента, мы добились снижения безработицы. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. До пандемии безработица была на 4,7, а сейчас 3,7. Исторический минимум, по оценке специалистов, на первый план выходят перспективные и глобальные рынки. Научная, технологическая и кадровая база. Не поставка за рубеж, а производство товаров с добавленной стоимостью. В 2023 году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса в этом году. По словам президента, программа бесплатной газификации будет продолжена. И только в программу обновления ЖКХ инвестирует 4,5 триллионов рублей. Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер. На первый план выходят новые перспективные и глобальные рынки. Президент страны также затронул вопросы образования и науки. По мнению Владимира Путина, должны серьезно повысить качество образовательных курсов, особенно гуманитарных. Чтобы молодежь могла больше узнать об истории и культуре России. Власти будут поддерживать все формы творчества. Культура должна не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества. Правительству поручено определить резерв, чтобы расширить программу жилищных сертификатов для молодых ученых. Также целый блок президент посвятил социальному вопросу. Так, с 1 января 2024 года, кроме запланированной индексации, предлагаю увеличить ее еще на дополнительные 10%. Таким образом, рост составит 18,5%. Владимир Путин предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 до 100 тысяч рублей. Вычет за лечение со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Неизбежна была международная повестка, слова об обеспечении международной безопасности нашей страны прежде всего. И нужно сказать, что сегодня конкретно, конечно, необходима готовность работать на благо победы. Нам предстоит провести большую работу. Мы к такой работе готовы. Наша общая задача, чтобы результаты сегодняшнего послания почувствовал на себе каждый житель республики, страны. И мы к такой работе готовы. Главная задача единого координационного центра – помощь каждому конкретному военнослужащему, который сейчас находится на линии соприкосновения. В общественной палате республики состояла встреча постоянного представителя республики при президенте России Андрея Федотова с Республиканским комитетом семей воинов Отечества. На встрече обсудили планы реализации развития республики и страны в разрезе СВО. Как отметил Федотов, сегодняшняя главная задача – все для фронта, все для победы. Вообще, все общество сегодня должно обратить на это самое пристальное внимание. Мы должны обеспечить победу. Наше развитие, наши планы развития, которые нам все известны в республике, в целом стране, возможно реализовать только при безусловной победе. Мы должны сделать все, чтобы эта победа была как можно раньше. И задачи, поставленные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным по денацификации, демилитаризации, должны быть выполнены в полном объеме. Молодая гвардия «Единая Россия» – это одна из организаций, которые с первых дней введения СВО на Донбассе и на освобожденных территориях осуществляют гуманитарную миссию. В рамках волонтерской деятельности в общем со всей страны выехало более полутора тысяч малогвардейцев. Из них, к своей гордости и радости, хочу отметить, что с Дальнего Востока выехало более 70, а с республики Саха-Якутия 27 волонтеров. Наши ребята были там в марте, апреле, мае, в самые тяжелые периоды месяца. Когда Мариуполь уже был освобожден, мы работали с сентября по декабрь. Сейчас работаем на луганском направлении, в госпиталях различных спецподразделений. Перейдем к другим темам. В нашу редакцию обратились жители дома номер 19-1 по улице Дружбы Народов в городе Нерингри. Дело в том, что на протяжении долгого времени у них протекает крыша. Эта проблема не решается уже много лет, в то время как стены и потолки затягивает плесень. С жильцами встретилась моя коллега Ирина Жданова. Дом по улице Дружбы Народов 19-1 находится как раз в самом центре города. И по многим показателям является даже образцовым. Но существует одна проблема, которая волнует практически всех жителей. Это протекающая крыша. Протекает именно через электрощиток. Ну тоже, да, вы понимаете, тоже может быть и пожар из-за этого. Вот, ну протекает, вот видите, да. Татьяна Платонова проживает в этом доме уже 30 лет. В общем коридоре так и не решились сделать ремонт из-за постоянно протекающей крыши. В Нерингре очень дождливое лето, ливни бывают. Ну вот эта тема протекания потолков. Ну как бы изначально она вот прям всегда была по коридору сначала. А потом, видимо, все это начало растекаться и по всей квартире тоже были подтеки. Не лучше ситуации и в соседней квартире. Все стены, потолок и балконы изъела плесень. В этом году пошла плесень. По всем уличным стенам пошла плесень. В квартире находится 6-месячный ребенок. Начал уже кашлять. В дождливый сезон во всех комнатах стоят ведра, подтеки по стенам доходят и до нижних этажей. Даже в зимнее время года в квартирах чувствуется сырость. В квартире постоянно холодно. В частности в этой комнате из-за того, что в квартире нет достаточного отопления, которое нам также не дают. Тут, соответственно, не просыхает ни белье, не просыхает сама квартира. Все вот в таком состоянии. Вещи ребенка тоже невозможно посушить. Только сушим на батарее, соответственно. Что касаемо летнего периода, когда начинаются дожди или когда начинается та же весна, у нас стоят ведра по всей квартире. В частности, здесь можно обратить внимание, капает до сих пор и по сей момент. Мы просто не можем с этим бороться никак. После обращения жителей в управляющую компанию, крышу несколько раз ремонтировали. Но капитальный ремонт в этом доме обещают сделать только в 2039 году. В управляющей компании комментировать ситуацию отказались. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Музей Мамонта Северо-Восточного федерального университета проводит международный научный семинар по изучению этериканского бурого медведя. Геологический возраст исследуемого составил более 3000 лет, что относится к среднему голоцену. Моя коллега Галина Чекурова подробнее расскажет об уникальности находки и как же планирует в будущем поступить с останками медведя. Туша была обнаружена в 2020 году местными жителями на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага в 8-м километре восточнее устья реки Большой Этерикан. Исследуемый бурый медведь является единственной находкой этого вида с мягкими тканями. До этого ископаемые остатки этого хищника были представлены лишь черепами и некоторыми костями скелета. Предварительные исследования уже были проведены. Полностью сделан генетический анализ, провели секвенирование митохондриальной ДНК и сейчас проводится анализ полногеномного секвенирования. Были проводены морфологические исследования, то есть это измерение, компьютерная томография и 3D-сканирование. И сегодня мы приступаем к последнему этапу. Это полное вскрытие, взятие тканей с различных органов и будут вскрывать сегодня череп. И мы впервые увидим мозг древнего медведя. Благодаря проводимой аутопсии ученые выяснили, что возраст найденного бурого медведя составляет 3-4 года, а смерть наступила в период спячки. Проведенные мероприятия помогают определить не только биологические данные животного, но и среду обитания медведя. Чем интересен вообще медведь, бурый медведь? Это уникальный случай среди хищных животных, у которых на самом деле преобладает растительная корма. И вот эти вопросы, связанные в первую очередь с жизнью этого животного на тот момент, они в том числе помогают нам восстановить ландшафты того времени, потому что мы возьмем образцы из желудочно-кишечного тракта, мы увидим, чем он питался. И это в какой-то степени нам поможет восстановить картину прошлого, ну сейчас вот на текущий момент 3 тысячи лет назад, грубо говоря, 4 тысячи лет назад. Семинар проводится с участием ведущих ученых не только республики и страны, но и зарубежными специалистами. А в дальнейшем мозг животного будет отправлен в Москву для изучения. Возможно, в последующем орган выставят как экспонат в Музее Института мозга Российской Академии Наук. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Торжественное открытие парты героя состоялось сегодня в городской гимназии, Центр глобального образования. Почетному ученическому месту было присвоено имя Володи Губина, молодого человека в 1964 году, ценой своей жизни спасшего четверых провалившихся под лед детей. Сегодня его имя носит улицы и район города. О значении проекта подробнее в материале Анны Пшениковой. Главный мир залет, и дети стали там утереть на помощь. Естественно, он сказал, что сейчас я быстро. Это его последние слова были. И нырнул. Еще он был потом. И спас четверых детей. В далеком 64-м подвиг молодого перспективного специалиста Владимира Губина потряс весь Якутск. Его именем тогда была названа улица, о нем писали газеты. Но по прошествии лет народная память стала стираться, и сегодня уже единицы помнят, чьим именем названа эта улица, остановки, магазины и даже целый округ. Сегодня состоялось значимое историческое событие для города Якутска, и особенно для нашего округа. Присвоено 7-му А-классу гимназии Центра глобального образования именно имя, класс имени Володи Губина. А также состоялось открытие парты имени Володи Губина, за которой будут сидеть именно те ученики, которые отличились. Помнить именно тех, кто совершил подвиг, вот главная цель всероссийской акции «Парта героя», к которой присоединился сегодня и Якутск. Вдохновителем стала классная руководитель 7-го А-класса Центра глобального образования Анна Сверчкова. Она считает, что место подвигу есть не только на войне. Почему не может быть герой, который совершил подвиг в мирное время? А так как мы проживаем и обучаемся именно в Губинском округе, и как показывает статистика, не все, к сожалению, знают, кто такой Владимир Губин, то пришла идея именно открыть парту имени Володи Губина. Парта не только носит имя героя, она содержит много информации, а также QR-код, посредством которого дети могут пройти опрос по героической теме. Будут приходить домой, делиться этой информацией со своими родителями, братьями, сестрами. Каждый житель Губинского округа через полгода точно должен знать, кто такой Володя Губин и почему наш округ так называется. Для первых учеников гимназии, занявших место за именной партой, это событие стало знаковым. Ведь право занять ее дается только тем, кто заслужил уважение товарищей честной жизненной позицией. Но, конечно, и главный школьный критерий будет учтен. Это смотрят по оценкам. То есть в седьмом А-классе смотрят по успеваемости. Мы будем сесть за этой партой всего одну четверть, но в будущем, в следующем году, думаю, тоже будем. Сегодня для тех, кто сел за именную парту и тех, кому только предстоит заслужить это право, слово «герой» имеет довольно размытый смысл. Но главное, молодое поколение отчетливо понимает, что понятие героизма – это часть общенационального нравственного кода. Это то, на что можно и нужно равняться. Герой – это, наверное, тот человек, который готов совершить подвиг ради других людей. Анна Пшенникова, Семен Семенов, Якутск. 50 школьников вступили в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Посвящение прошло в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Новобранцами стали учащиеся средний школ номер 9, 13 и 32, а также воспитанники детского подросткового центра Якутска. О самом движении и о юных патриотах Родины расскажет Светлана Амосова. Здравствуйте, товарищи юнормейцы! Здравствуйте, товарищи! Четко слаженно по команде. У 50 школьников Якутска начинается новый этап в жизни. Вступление в ряды масштабной организации «Юнармия». Среди новобранцев и Дмитрий Хакимов. Он признается, что давно хотел стать его частью. И, наконец, мечта осуществилась. Стало прям очень интересно. Я пришел сюда и ни капли не пожалел о том, что вступил сюда. И физподготовка, и какие-то выезды. И вот прям вот, ну, ни дня без чего-то такого скучного. Я вот планирую поступить в летное в Рязани, и мне кажется, что «Юнармия» мне в этом очень сильно поможет. Я вступаю в ряды «Юнармия» перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь. Всегда быть верным отечеству и юнормейскому братству. Клянусь! Юные патриоты Родины дали клятву и получили личные книжки, в которых будут записаны достижения активистов. Главной поддержкой и опорой являются родители. По их словам, дети усердно готовились к посвящению. Очень волнительно. Дети все очень волнуются. Мы несколько дней репетировали, чтобы все у нас было слажено, все очень хорошо прошло. Потому что это на сегодняшний день очень высокий уровень для нашей школы. В Якутии военно-патриотическое движение «Юнармия» начало свою работу в 2016 году. И на сегодняшний день в столице республики насчитывается примерно тысяча юнормейцев. Существует два класса и 19 отрядов. Основными целями движения являются воспитание сильного, умного и здорового поколения патриотов, любящих свою Родину, знающих историю, готовыми протянуть руку помощи в любой ситуации и, конечно же, стать на ее защиту. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. Команда Ленский район одержала победу в республиканском турнире по волейболу в памяти первого главы Ленского района Владимира Ягнышева. Спортивное мероприятие проходило несколько дней. Принимали участие гости из города Айхал, Витим и Пеледуй. Соревнования были напряженными и интересными. Три дня в Ленске проходил юбилейный турнир по волейболу. По итогам игр в финал вышли две команды – Ленский район и Транснефть-Восток. Сегодня финал был такой интригующий. Сыграно было четыре партии. Но Ленск одержал победу, потому что там основные игроки Ленского района, которые отстаивают честь. Айхальская сборная приехала на турнир с уверенностью, что поведет призовую тройку. Участвуют они в соревнованиях не первый раз и, как признаются, всегда с большим удовольствием. Очень прекрасно организованный турнир, теплый переем и хороший уровень команд. Команда заняла третье место. Считаем, что нормально сыграет. Практически всю игру вела счет команда Ленский район. На финале она один период уступила волейболистам Транснефть-Восток. Но после напряженной борьбы все-таки одержала победу в турнире. Первый день, как обычно, раскачивались. Но, тем не менее, все равно финал, крайняя игра, последняя финаль, она была, считай, достойная, как наша команда и команда соперника. Всех порадовали, в первую очередь, конечно, зрителей. Турниром довольны, мероприятие массовое, тем более все ковидные ограничения отменяются. Поэтому очень считаем важным собираться, соревноваться, поднимать свой уровень, ну и просто популяризировать данный вид спорта. Андрей Мешков – игрок команды Транснефть-Восток. Турниром остался доволен. Признается, что игра была интересной. Команды соперников хорошо подготовлены. Не хватило немножко нам до победы. Ну, потому что мы мало времени уделяем тренировкам. Собираемся вот этой командой. Мы собрались в первый раз. Сразу после турнира волейболисты начнут подготовку к чемпионату республики, который пройдет уже 8 марта в Ленске. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На сегодня это все. Но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова